Всем привет! В этом видео мы будем делать анимон из мастики. Это вот такой красивый цветочек. Они бывают абсолютно любых цветовых решений. Мне больше всего нравится черно-белое, мне кажется, он эффектнее всего. Принцип создания очень похож на цветок космею, поэтому частично я ускорю процесс, особенно что касается серединки, потому что делается она по такому же принципу. Вы можете посмотреть по ссылке сверху или в описании. Я для этого использовала вот такую вот форму и черную мастику и проволочку. Этот цветок у нас также будет только на одной проволочке, поэтому я беру толстую одну проволоку и на нее закрепляю серединку. Единственное отличие серединки анимона от космеи в том, что у нас не будет пыльцы из манки, но у нас будут тычинки. Тычинки у меня уже готовы. Они продаются в магазинах для хобби и в кондитерских тоже. Есть два способа их закрепления. Первый это смазать кондитерским клеем и по одному вот так вот по кругу приклеить. Но есть более простой способ. Мы отрезаем от пучечка нужное нам количество. Мне понадобится небольшое количество тейп-ленты, чтобы их между собой зафиксировать. Я использую сейчас коричневую тейп-ленту, чтобы она особо не бросалась в глаза. Можно использовать белую, там ее частично подкрасить, чтобы ее не было видно. Оно ее и так не будет видно. Но тейп-ленту можно и черную найти. Это будет вообще еще более идеальный вариант, чтобы точно ничего не было заметно. И теперь в центр мы вставляем проволочку с готовой серединкой и продеваем наверх. И продеваем вот так вот до конца. Вот, собственно, что у нас должно получиться. Мы опускаем до самого конца тычинки. И они ложатся вот так вот аккуратненько вокруг серединки. И вот здесь вот в конце потом можно будет дополнительно, когда вы уже все зафиксируете, так как вам понравится, закрепить тейп-ленты, чтобы они уже точно остались на месте и никуда не делись. Вот такая вот серединка. Она, кстати, такая техника подходит и, например, для серединки мака. Очень все похоже. Поэтому вот возьмите на заметку, если у вас есть похожий какой-то цветочек, который вы хотите сделать, то вот таким образом оформить серединку будет быстрее всего. Ну а теперь переходим к созданию лепестков. Их у Анимона 10. И для формы я буду использовать, опять же, вырубку от душистого горошка, только чуть больше, чем мы используем для космеи более вытянутой. А для текстуры я буду использовать текстуру тоже силиконового двухстороннего, но это текстура мака. Но я ее использую и как текстуру для розы, и как текстуру для Анимона, в общем, для многих цветов, потому что она универсальна, скажем так. И она очень напоминает текстуру листочка Анимона. У Анимона 10 лепестков, которые расположены в два ряда, по 5 штук в каждом. Практически как космеи. То есть мы раз, два, три, четыре, пять. И под ними, чуть-чуть их повернув между, получается, так же раз, два, три, четыре, пять. Вырезаем, раскатываем тоненько-тоненько и вырезаем 10 лепесточков. Ну а теперь нужно придать текстуру лепесточкам. Для этого мы просто наберемый песточек, кладем и сверху прижимаем. Снимаем и у нас получается отличный слепок. Теперь осталось только закрепить лепестки. Здесь принцип такой же, как и у космеи. Смазываем краешек небольшим количеством кондитерского клея или воды. Для создания цветов я все-таки рекомендую именно гель кондитерский. Он быстрее схватывается, чем просто вода. Ну и закрепляем, повторюсь, как и в космеи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА